Всем привет и добро пожаловать на прохождение игры PotionCraft. В прошлой серии мы закончили наш второй день в этой игре и начали третий день. Закончили мы, выполнив довольно-таки много квестов, открыв много новых зелий, достигнув седьмого уровня. И день мы начинаем. Вот так мы открыли карту, потратили немножко ингредиентов, купили один ингредиент у травницы. И давайте первым делом отправимся в сад и соберем ингредиенты, ведь начав новый день, ингредиенты возобновляются. Хорошо, вроде бы все собрали. Вроде бы. И у нас какие-то новые ингредиенты. Давайте почитаем. Это мы знаем. Это знаем, знаем. Ветроцветы. Можно обмахиваться. Да-да-да. Вот. Красный гриб. Толстый и жгучий. Иногда добавляют в еду для придания остроты. Понятно? Новый зеленый гриб. Пахнут они так же, как и выглядят. Понятно. Смотрите, этот довольно-таки сильно влево отправляет нас. Или вправо? Вправо, да? Да. Да. Вправо отправляет нас. Или влево? Влево. Или вправо? Вправо. А это что? Седло дриады. Согласно легендам, лесные дриады ездили верхом на этих грибах. Но это не точно. Прикольно. В подвал мы сходили. Давайте посмотрим по квестам. Начните новый день. В прошлой серии мы легли спать. И эта серия начинается с выполнения этого квеста. Создайте зелье молнии. Создайте зелье с двумя разными эффектами. Создайте зелье с тремя разными эффектами. Без понятия. Может быть, нас впоследствии научат и этому. Зелье молнии, говорит. Давайте, прежде чем куда-то отправляться... Я не знаю, кстати, можем ли мы на эти водовороты, воронки такие, наступать или нет. Давайте отправимся, например, влево-вниз. Попробуем. Попробуем. Что-то, какой-то эффект мы должны были открыть. Каменная кожа, новый эффект. Получается зелье брони какой-то, да? Думаю, знаете, что сделать? Во-первых, удалить из книги легкие рецепты, чтобы освободить, так скажем, место для более сложных. Вот это, кстати, уже более сложное зелье. Хотя вот это зелье огня тоже не особо сложное. Его тоже можно стереть. Не так уж и тяжело просто влево три раза подвигаться, да? А вот это зелье уж я точно сохраню. Все. Зелье... Слабое зелье каменной кожи. Каменная кожа. Отлично. Но я хотела найти зелье молнии. Оно, наверное, вот где-то может быть вот здесь. Но это не точно. Ладно, давайте отправимся уже к посетителям. Или прежде чем вообще-то отправляться, давайте повысим свои навыки. Соответственно, будем получать более выгодные цены. Книгу рецептов расширим. Торг круче сделаем. Давайте еще торговли. Деньги нужны, чтобы покупать у торговцев ингредиенты для наших зелий. Давайте отправляться. О, они тут стоят уже, а я там наяриваю, кашеварю. Приветствую. Недавно ходил к дому лесному озеру и пытался поймать тамошних рыб. Закидываю, значит, удочку. И сразу клюет. Хотел было снять добычу с крючка. Да не тут-то было. Рыбина-то оказалась кусачая. Тяпнул за ладонь и бульк в воду. А у меня теперь все распухло. Как рыбачить-то? Понятно. Теперь зелье лечения нужно. Самое элементарное. Ты давай с такими вопросами ко мне не приходи. Давайте только сначала отправимся, наверное, направо. Соберем вот эти два. Эти две книжонки. Закинем сюда. Я не полностью... Что сделал? Растолок. Не полностью растолчил. Не знаю уж, как это правильно говорить. Но тут надо быстро-быстро перемешать. Если мы вдруг докоснемся костей, будет не очень-то и хорошо. Есть. Получилось дотронуться до этого зелья. Поэтому никаких проблем. Берем. Завершаем зелье. И отдаем ему. Ну как цены. Двенадцать. Обалдеть. Давай-ка поторгуемся. И плюс три мы можем заработать. Плюс два. Ну и пускай. Вчера я закончил выкорчевывать пни на своем поле и собирался сжечь их, чтобы удобрить почву золой. Но сегодня, как назло, пошел дождь и все пни отсырели. Но спахивать поле мне нужно уже на этой неделе. Помоги чем-нибудь. Здрасте. Чем же это я тебе помогу? Значит, у него пни отсырели. Зелье света? Нет. Зелье роста? Нет. Чем это я должен тебе помочь? Пни отсырели. Зелье огня, наверное. Че? Как раз таки я его удалил. Кстати, красный гриб. Игда пошел налево. Фигачит. Ну ладно, у нас пока есть колокольчики. Давай, 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 давай. Может, второе бы получилось, но нет. Ну и фиг с ним. Отлично. Завершить рецепт. На тебе зелье огня. Сожги ты свои пни все. С тобой есть о чем поговорить. И есть за что с тебя взять деньги. Каждый день у меня столько дел и забот. Стираю, готовлю, хожу на рынок, смотрю с детьми. Я могу целый день провести на ногах и ни разу не присесть отдохнуть. Из-за этого у меня все ноги в мозолях и на топыре, на топтышах. Может, у вас есть какое-нибудь средство от них? Зелье лечения, че ли? Или у тебя зелье каменной кожи сделать? Хе-хе, на ногах. Чтоб мозолей не было. Ладно, это стандартное зелье лечения. Че я сделаю с ним? Нет бы какую-нибудь мазь просто взять и все. Нет, надо зелье сварить, выпить, чтобы пропали на топтышах. Здрасьте, приехали, называется. Отлично. На, держи, пожалуйста, торговаться. Ух, с тобой много о чем можно поговорить. Вообще ни разу не промазал, товарищи. Продать. О, братан, с ингредиентами. Как приятно видеть новые лица в нашей глуши. Полагаю, ты новый алхимик. Прекрасно. А я здешний грибник. Грибник. Так ты алхимик, значит, должен знать только хороших ингредиентов. Я тут принес немного грибочков. Интересует. У тебя бывает в продаже что-то еще, кроме грибов? Нет. Только грибы. Но зато какие грибочки. Скажи свои товары. Но ценевые цены, конечно, великоваты. Но я гляжу, я могу сам ему что-то продавать. Даже зелье могу продавать, смотрите. Но, правда, цена у них так себе. Думаю, куплю зеленый грибочек. Один. Два. Три. Думаю, седло дриады куплю. У меня их мало растет. Коричневый гриб. Эти грибы невкусны. Поэтому их добавляют только в зелье для непослушных детей. Какой дорогой, а, грибочек? Ты как там болтай-болтай делаешь? Сначала чуть вверх, потом вниз? Не, ну это ты, конечно, загнул палку, конечно. У меня 200. Вы заплатите 125. Фигушки. Могу минус 37 сделать. Не хочешь? Минус 37 это хорошо. Пробуем. Еще разок. Ох, попал. Ух. Отлично. Отлично. Все. Пока. Пока. Здравствуйте. У нас в гостинице появились очень странные постояльцы. Они говорят, он говорит, что он очень боится огня. Даже отказывается пользоваться свечами. Однако требует, чтобы что-нибудь освещало его комнату. У вас не найдется чего-то того, что сможет заменить свечи. Конечно, у меня есть зелье света второго уровня. И я с тобой выторговать хочу еще плюс 10 монитосов себе. Ай, промазал чоли. Ну ладно, вот так, нормальды, нормальды. Вчера у меня напал трое грабителей. Они хотели забрать мои деньги, но ничего не нашли. И с досадой хорошенько меня отделали. А деньги-то у меня были. Просто спрятал я их в надежном месте. Правда, придется на них купить лечебное зелье. А то все тело ломит. В каком это ты, интересно, месте. Хотя нет, неинтересно. Погорячился я. Давай-ка тебе вот так вот сделаем. И вот так вот. Твоему месту, в котором ты прятал, думаю, будет нормально. От такого зелья. Думаю, сходить вот еще вот в эту сторону. В принципе, тут вправо-вправо-вправо. Мимо зелья мороза. И найти зелье молнии. Ведь у нас по заданию вот здесь создайте зелье молнии. А вот создайте зелье с двумя разными эффектами я пока что немножко не понял, как делается. На тебе зелье лечения твое. Поторгуемся. Плюс 3 я могу сделать. И сделаю, наверное. Да? Плюс 3. Опять девчонка. Ну, здравствуй. Слышала, в городе появился новый алхимик. Вот зашла познакомиться. Я местная колдунья. Ведьма, если хочешь. Так меня горожане зовут. Ладно. Я ведь не только из любопытства сюда пришла. У тебя в лавке случайно не завалялось немного яда. Ух ты. А зачем ведьме яд? Для наших ведьминских рецептов порой нужен яд и человеческая кровь. Но ее я как-нибудь сама добуду. А не пор... Они... Давай-ка мы прогоним тебя и все. И репутации ты у нас не поубавится, я так понимаю. Но зато... Стало меньше денег. Могли заработать. Но день я пока что завершать не буду. Давайте попробуем создать зелье молнии. Для этого отправимся сначала вниз. Давайте вниз. Самый-самый низ. Ничего страшного. Вот так. А потом вправо. Вправо-вправо-вправо. Вправо-вправо-вправо. И пош... Пошмотрим, пошмотрим, что получится. Второго уровня получится, нет? Я же так близко. Если чуть так. Ого, получилось второго уровня. Давайте создадим. Здрасте, зелье сна. Нафиг ты мне сдалось. Ну, сохрани у тебя, ладно. Где же молния? Неужели ты направо-вверх? Мне не хватит ингредиентов просто-напросто, чтобы так... У меня есть ингредиенты вверх. И немножко направо. Немножко направо. Это сильный ингредиент. Сильно. Получается, он вправо-вверх сразу наяривает, да? Давайте сперва попробуем просто вверх утонуть. Таким вот образом. Хорошо, хорошо. Так, а теперь вправо. Немножечко. Или множечко. Так. Может быть, может быть, как раз это нам туда. Вот это зелье, слабое зелье манны, да? Давайте вверх опять. Может быть, не до конца, чтобы, не дай бог, нас в эту воронку не засосало. Вот так. Хорошо, пускай так будет. Но нам все равно придется домешать. Но нам надо подготовиться, что мы вовремя улетим вправо. То есть вот так перемешиваем, перемешиваем. Здрасте, ложку выкинул. Аж ложку из котла выкинул. Так, и теперь, наверное, наверх. Ну, деваться-то некуда, да? Мешаем до самого вверх. Так, дальше что? Новый эффект, ты где? Еще выше. Так, есть новый эффект. Придется нам вместиться влево. С помощью колокольчика. Это, пожалуй, одного. Прямо вот так живьем. Давай. О, как хорошо получится-то, а? Второго уровня зелий. Такие. Прыгучесть. Ну, наверное, что-то все-таки лежит где-то на поверхности. Это молния. Наверное, в сторону огня, куда-то вот влево, вот сюда вот. У меня не остается ингредиентов, поэтому, скорее всего, придется закончить этот день. Хотя влево, 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 каким ингредиентом мы влево должны были двигаться? Вот этим огненным колокольчиком. Что-то нового у нас нет. Стоит у нас два рецепта здесь. И уровень, радиус видимости повышаем. Ну, вот такой вот день у нас получился. Дальше, я думаю, не стоит пока что продолжать играть. Новый день мы начнем, и будет новая серия. Поэтому отправляемся в нашу опочивальню. И благополучно завершаем третий день работы нашей лавки. Поэтому всем спасибо за внимание. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok